Нефтекамский завод мобильных зданий производит вагон-дома для комфортного и безопасного проживания на удаленных объектах. Они комплектуются всей необходимой мебелью и оборудованием. Мобильные домики можно использовать как общежития, кухни, столовые, сауны и медицинские пункты. Завод поставляет свою продукцию в города Российской Федерации, Казахстана и Белоруссии. Нарастить объемы производства получилось в том числе благодаря полученному статусу резидента ТАСЭР. Вообще, когда впервые услышали об этой уникальной программе, увидели ряд преимуществ. Благодаря существенным льготам по налогу на прибыль и отчислениям мы саккумулировали такую приличную сумму. И далее расширяем производство. Сегодня у нас в планах строительство нового цеха площадью 3000 квадратных метров. Планируем увеличить штат, набирать новых сотрудников. Но и увеличивать производство. Нефтекамский завод мобильных зданий – это семейное предприятие. Супруги Фахадзиновы организовали его 7 лет назад. Директор Юлия Викторовна считает, что подобный формат имеет ряд особенностей. Очень много преимуществ в формате семейного бизнеса. Все решения, все вопросы решаются и согласовываются очень оперативно. Но при этом очень важно четкое распределение обязанностей. Без этого никак. Путь от семейного бизнеса до крупного предприятия Фахадзиновы прошли всего за несколько лет. Несмотря на то, что количество заказов постоянно увеличивается, руководство не перестает уделять должное внимание качеству выпускаемой продукции. Основным критерием при производстве нашей продукции, несомненно, является качество. Поскольку рынок вагон-домов переполнен, качество мы обеспечиваем благодаря профессиональному коллективу, слаженной команде, а также готовы предложить краткие сроки поставки. Это очень важно в условиях зимников. В ноябре 2021 года директор семейного предприятия Юлия Фахардзинова вышла в финал регионального этапа Всероссийского конкурса «Женщина-директор года» и победила в номинации «Бизнес-открытие года». На достигнутых результатах Юлия останавливаться не собирается. Карина Анисимова, Азат Довлетшин, информационная программа «Время новостей». Продолжение следует...